Воскресенье Я на дорогу скоро уйду У нас на прошедшей неделе были кое-какие события А на этой тоже предлежат Первое объявление, Лена, сделай на занятия Мы начали ремонт в школе И если вы принесете сменную обувь или разуваться будете Нам полы красить завтра Идет ремонт, надо, чтобы у всех была сменная обувь Или разуться Завтра полы красить Я на крысе постою, ладно Батюшка уехал Я вчера рассказывал, как необычно у него получилось Он подробности расскажет Встретился с митрополитом Иларионом А перед этим И хотел уйти Побуждение в Покровский собор Думаю, что я пойду Там ближе Пошел Что значит тихое веяние ветра Побуждение Причищаются, тоже думаю, а что ждать буду Причищаются, уже все кончилось Нет, подожду А вышел в ограду Там митрополит Сергий стоит Беседует с рабочими Я подошел, он увидел Заулыбался, обнял, поцеловал Дальше разговор идет Что он говорит? Владыка приехал Иларион Капрал наш, который упоминаем А где он? Сейчас встречать Поехали Батюшка говорит, у меня цивильный костюм Та найдем ряску О чем речь? Ну и дальше он уже там встретился Переоделся И в алтаре встретился Ну он ему как бы Ну это я уж точно услышал Он говорит владыке Илариону Владыка Сергия Иванников Митрополит московский патриархии У нас с отцом Акимом И поминает меня хорошее отношение И мы ездим к ним Они у нас молятся Ну тот тоже доволен Ну есть люди, которые называют их там сектантами Еретиками Да мало ли что Это все из зависти Сами-то сделать ничего не могут Вот такую мысль подал Понятно? Эти люди-то, которые что-то делают Они не понимают, что они Других приближают к себе Слишком много неправды Как вчера одна вышла с роликом Про лагерь говорят Да я знаю, там тяпкой полпятки Оттяпали одной девчонке Ее в другую деревню Увезли Там кровь вроде и зашла И... То есть она мелет не знает А в самой две буквы Ни фамилии, ни имя, ни фотографии Какая девчонка, откуда Ну надо сказать, что это правильно Что на нас нападают А там житья нету Там детей сколько погубили То есть сатана вылазит Но он всегда лживый На апостолов говорили Эти всесветные возмутители пришли сюда На Христа что говорили Бес в тебе Он говорит, беса во мне нет Я чту отца моего А вы бесчестите меня И вот Он оттуда прям сразу же В сопровождении этой милицейской машины В Горный Алтай А получилось так, что вчера я в бане был А в это время пришел На телефон так глянул Два раза батюшка звонил Ну нет связи Мне как нужно Я на голубя большую лезу Оттуда связь хорошая Ну и решил быстрее туда не оделся Только рубашку постирал Ничего нету А там ветер Я думал, наверное, простыл я Батюшке позвонил Он радостный такой Хотел, хотел, хотел уйти И не сделал так И получилось как Ну а как? Ну тут же автобус какой-то там заказной И он в Горный Алтай поехал Когда вернется, не знаю Сегодня ему говорю, батюшка Ты организуй там несколько человек Виктора Андрея еще там возьми И Татьяну Капустину Чтобы они пошли Когда владыка-то приедет С Горного Алтая-то И подарок ему сделаете А подарок такой Трехтомник Нового Завета Он уникальнейший За 2000 лет впервые вышел С толкованием откровения В одном комплекте Этого не было Раскрашивая гравюра Дегустава Дарая и прочее И для слова Божия нету Все вторым изданием идет Улучшенным Твердом переплете Ламинированное там Цветное вообще И к истинному православию Батюшка, да кого он оттуда Прямо сразу в аэропорт А вы в аэропорт придите Ты что? Я только телефон-то Положил Опять батюшка звонит А какие книги? Вот у батюшки качество такое Он начинает против Противничает А я знаю Он не просто сказал Он сказал И отошел И начинает думать и молиться Проходит совсем мало времени Ну, звонит Да как это сделать-то? И когда батюшка что-то не согласен Вы никакого внимания не обращайте на это Молитесь Он очень отходчивый И он тут же позвонил Я сказал Он еще спросил так Надо теперь помолиться Чтобы это было выполнено Владыке будет это Очень хороший подарок И Ну, книги-то вообще Отменные Если видели И считаешь, что она украсила Библиотеку Путина Показали В центральных библиотеках И королевских библиотеках У нас брали когда книги Сразу сказали Это в королевскую библиотеку Только там в Дании Ясно дело Чтобы Владыка дальше в них Златоуста он вам подарил? Златоуста нет 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 Архимандрит Арсений Кондратюк Мы с ним жили В соседних комнатах Я потом маленько расскажу Про него Он достоин того Чтобы помянуть его Кондратюк Это значит Может быть с Украины Он был Но с батюшкой Об этом поговорили Подробности Я говорю, батюшка расскажете Но я заранее скажу Чтобы Вчера ночью Я не вижу Андрюша Как отвез Они хотели на урывку В городе заехать? Нет Нет Насчет меда говорили Мед в Корчино А В Корчино забрали Все, да? Ну вот видите Вчера уральские уехали Сегодня ночью Остался у нас один Егор Где он у нас? Вот он Значит, отец у него прилететь должен был сегодня Он дал знать Говорит, первого, второго я у вас могу пробыть А утром третьего уже вылетаем из Барнаула Он говорит, в Париже у них После Москвы остановка Ну, Егорушка, подойди сюда Я о тебе немножко хочу сказать Как? Сестра Лена Маленькие изменения какие-то есть у него? Ну, хороший парень Замещания какие-то есть, он уезжать будет Ты придешь, колокол десять раз надо ударить Сегодня прийти надо Потому что в лагерь вам нельзя заходить Лагерь закрытый Ни один ребенок больше не ступил после восемнадцатого числа Двадцать два ноль ноль Ты-то доволен, что был здесь? Да А у тебя желание есть еще приехать? Да И отец спрашивает как раз Как на следующий год насчет лагеря Лагеря больше не будет у нас Будет по-другому Это невозможно Так Люба, где она у меня? Я здесь Ты вчера сказала, что у меня с математикой неладно Я тебе полный выход подаю Все понятно Не-не-не-не-не Вы сказали просто, что вот тысячу дашь это уже миллион Нет А в остальном я согласна Сколько? Никита Сто десять Сто десять тысяч, которые наблюдают У нас нарисует сто десять и три ноля Теперь каждому в месяц дай по одной тысяче И что получится? Уже тысячи есть Это идет миллионов столько А теперь дальше это умножание не по тысяче получают Умножь еще ноль подстав, по десять тысяч А они не по десять получают На пенсию идет студия, получает пятьдесят семь тысяч пенсия Пенсия Пошел Лужков в пенсию, ему назначили двести пятьдесят три тысячи У меня шесть тысяч пятьсот двадцать три У меня няня работала, а у меня стаж тридцать пять На стройке три грыжи Другое есть у нас, которого у них нет Предложение у меня, давайте занятия проведем у батюшки Ну что же портить труд наших сестер? Не знаю, что портить-то? Да потому что они раз уже готовили полы Любонька, сейчас я прощусь с отроком У тебя есть на кого-то недовольствие из лагерных? Нет А ты знаешь, что делал неладно? Я тебя наказывал за что? Ну, за пыль на столе, которую ты положил там, помнишь это, нет? Да Потом, когда брали ягоды, ты там бросил, потом душил одного парня, было такое? Да Я тебя наказал как мог Ты на меня не обижаешься? Нет Но справедливо наказал? Да Мама довольна, что у него ответственности нет за свои поступки И они очень хотели этого И у него это отошло, больше не было Он сидели занятия шли, он взял горсть земли, на стол положил и давай ее дуть, чтобы пыль была Я ему устроил, выше взял лопату, полено, на него засыпай и дуй И он у меня сидел и дул, я теперь бери, сам накладывай и дуй Так было? Ты досыто надулся? Все, никаких претензий у меня к тебе нету, с Богом Он один в семье? Один Пятеро? Он старший? Нет, третий Это из Канады, из Канады Для них грязь, он не знает, что такое грязь Он привык в городе, что везде чисто, сейчас сапоги несет и сапогами по себе грязь, он не понимает Он сейчас знает Поэтому для него это очень новое, интересно Значит так, по отношению общего я вам говорил Суд прошел, признан невиновным, дело прекратить за отсутствие состава преступления Там поздравлений меня с интернета идет сколько, но это по отношению общины Просто замечательно вел работу Севастьян, брат наш, он там Он их запутал буквально, и судья вопросы хорошие задавала Ну и требует закрыть лагерь 27-го суд, а лагерь закрыт 18-го, то есть они вообще тронутые Как говорится, чокнутые Требуют закрытия лагеря, которого нету Тут доказывать вообще ничего нету Милиция была, у нас доказательство, полиция дежурила, они ни одного ребенка не видели Но теперь они уже на меня будут, если только будут Так что еще надо помолиться И 10 дней, чтобы 27-го суд был, если не подадут, они в прокуратуру об отмене этого решения, пересмотрят Ну ничего нету Значит, в эту среду, будет Нет, в понедельник, во вторник Лена, во вторник, приготовил бумаги Нужно провести по лагерям, кто хочет может прийти Лагерь ликвидируется полностью Я буду не начальник Все остальное, то есть консервируется, так сказать До лучших времен, то есть бороться абсолютно бесполезно 110 тысяч работников, которые получают жалования, особая форма Им в приводе прям повиновение идет суд, прокуратура, там и ФСБ То есть это абсолютно нельзя тронуть, это громадина Это зажевывает шестеренки, раздавит и размелит Поэтому мы приняли решение, нас не запретили, лагерь не закрытый, мы его закрыли сами В интернете говорят, вот вчера прислали статью Ну, Никита ее нашел, Алтопресс Я там стою около Скворечника Единственный лагерь, такой православный, столько лет, все хорошая статья Алтопресс, Алтайская пресса Опубликовала, и закрыли, что при коммунистах даже не делали Лагерь-то при коммунистах был с 1972 года Но, нас не закрыли, они маленько не знают То есть, они высказали какие-то претензии, там, аймаль отбитая, там, не протравили от клещей вокруг Ну, они еще какую-то палочку нашли, какая палочка, и мы их миллионы палочек в животе имеем Главное, не болеть от палочек А не так, одной палочкой теперь десять раз, разные лекарства, иди на уколы Поэтому люди ослаблены, им дают уколы, другой орган ослабляется Детей надо в спартанском, говорится, в духе воспитывать И пошли отклики, а мы, как, говорит, ездили Костры, черпали из реки воду, пили Кто это там проверял, на какие? Никто не болел, поколение-то гнилое растет Жить надо в природе Во всем мире люди живут в природе, что есть Попала лягушка, съел, попал червяк, сживал его А знаете, китайцы как живут? Какой там надзор-то? Потребнадзор, я узнал, что потребительские товары, которые продают, и они не соответствуют действительности То есть, качество не то Пестициды, там, модифицированные продукты, которые в генетическом уже плане, могут отразиться на потомство Это нужна организация, нужно смотреть за этим-то, как иначе-то, что попало, продают Они должны смотреть за всем, что делается, как рабочая работает, какой воздух Ну не с детскими лагерями бороться-то Вот были они здесь с Урала, Екатеринбургской области, ни одного лагеря нет, все закрыты Понятно, куда удар нанесли, но уже на них меч поднятый Они нас коснулись, поверьте, так просто это не останется Ни с того ни с сего Человек, который от Путина специально поставлен федеральный инспектор По Алтайскому краю И говорят, гонение, вот это нас было, не без его ведома И вдруг Путин его увольняет на прошлой неделе Одного из всех А мы должны все-таки думать это Они коснулись запретного Мы молились, мы ничего не нарушили Ни одного больного, ни одной жалобы Лучшее доказательство это здоровье Как врач работает? Ну не так, как печник Не печник, а пожарный Сидит дома, чай пьет и говорит Снимки висят, в этих пожарах я принимал участие И одни трубы торчат везде Так и врач, на кладбище этих людей я лечил Так батюшка, можно сказать, прийти в морг и сказать Эхих людей я причащал часто Многие больные, немало умирает У нас ни один не умер Мы говорим, о чем надо будет молиться Во вторник мы закроем, уходим в подполье Прокуратура звонила, я сказал Мы были катакомбные Теперь мы поднимемся много выше А как? Узнаете на следующий год Вы к нам носа не сунете Не зайдете Мы будем надеяться на Бога То есть создадим несколько ячеек, которые Каждый по себе будет работать отдельно Никаких анализов Это то, что у нас есть Дальше на понедельник Леша, где он у меня? Можно думать, что на понедельник приедет Валерий? Позвонил Бульдозер Полторы тысячи в час Договорились Кому надо что-то корчевать Глушков, ты об этом говорил Мне бы деревья убрать Когда мы закончим Мы можем бульдозер загнать Прошлогодний тоже самый бульдозер Он до одного дерева тебе по краям раздвинет У тебя живая ограда будет И огород твой снова свободен Делать или не делать? В прошлом году я загнал несколько мест Надежда Васильевна, он расчистил поле Там одни вот такие вот корни были Кому надо, сделайте заявку Когда мы все закончим У нас Порядок такой Вот этот пруд Должны поднять Он у нас Которым купаемся Называется лагерный пруд Потому что посредине этот желоб До него уровень доходит, дальше нельзя поднимать Нельзя, как поднимать? Его надо заложить И мы его пытались заложить Но внизу уже начала пробиваться вода Но думаю мы предаем, когда все это встанет на место Это первое Дальше, нам первый мостик, чтобы он проехал, замазал Ты сразу, как бы не был занят Помоги нам отвезти туда материал Один заезд И все, мы к вам больше не идем Дальше надо разговаривать теперь о сороковке Сороковке, я подсчитаю сколько кубометров Ремонтируйте и дома, и везде Все это надо начинать и на двух прудах Ну а потом сразу на Рыжковске Оттуда на Южный пруд Там новое озеро будет Старое было маленькое, если только удастся Мы ждали пересохнет А на самом деле только мочит каждый день грозы Нам нужна молитвенная поддержка Больше нам ничего не надо, у нас все есть Вот такие события Маленького такого и большого порядка Они нападают и не знают куда нападают Нашу защиту, говорят, сейчас уже там политические деятели Другие выступают уже, Алтопресс сообщает То есть важные люди уже начинают свидетельствовать, что это безумие, что они делают Ну ладно, лагеря нету Дети разъехались, где они? Они кому-то нужны? Нет У кого-то забрали деньги и не отдали? Нет Почему они дежурили? Им нужно было у ребятишек взять адреса, они это сказали А по адресам тогда кого-то можно давануть родителей Хоть одна бы жалоба была, уже бы уголовное дело было И это правда, ни одной нету Ни одной, ничего нету Это Бог так сделал Иногда бывает подсунут специально ребенка А на другой день он уже начинает И родители приезжают, я недоволен и прочее Никого нынче не было, не было Я благодарю Бога всех, кто молился Всех, кто помнили о нас И Бог так это сделал Я утром встал в моем мире А подряд просто желтым идет все, кто поздравляет Слава Иисусу Христу Мы знали, то-то будет Один тут взял это в аудио, перевел в видео И сделал И тоже сразу сказали, я там не была Думали Юля, это наша Юля Она говорит, не была Ну и ночью уже сняли этот ролик Хотели его более доступным сделать За нас вчера только сказали Отец Кирилл, Берсеневка, около храма Христа Спасителя В других городах, в Санкт-Петербурге, везде там Я не знаю кто, баптисты, 50-ники, все молились И сделали так, круглосуточно молились, передавали Друг к другу, и в храмах, и в священнике Я никогда не думал, что столько людей поднимется Значит, надежда и показывает И эпиграф взятый, мы намного ближе, чем мы знали Сегодня Берсеневка выставил этот храм, около храма Христа Спасителя Мы намного ближе друг к другу, чем думали до этого И вот, еще не забывайте об этом Где-то в этом промежутке они должны на меня выйти Или они, может быть, и не выйдут Ну, предупредительная молитва не помешает Все Во сколько? Ну давайте все-таки все у батюшки Поместимся? Здесь за столом, а там два стола, три Войдем Так, куда? Прийти-то куда? К батюшке, к батюшке К батюшке